Не прошло и нескольких недель, как Молдавия, на удивление многих экспертов, погасила задолженность перед Газпромом, чтобы пойти на следующий круг этого замечательного приключения, где Кишинев в этот раз будет скрести по сусекам, как разразился новый замечательный скандал. Создается впечатление, что местные политики таким образом согревают, что ли, свое население, повышая градус абсурда и накал страстей с единственным своим стратегическим поставщиком голубого топлива. Да-да, мы прекрасно помним, как президент Молдовы Майя Санду слала лучики добра в Вашингтон после подписания, что характерно, нового договора с Газпромом. И вот случилась новая победа над Путиным. Все та же, лидер независимой республики попросила помощи международных партнеров, читай НАТО, в выводе вооруженных сил Российской Федерации с территории Приднестровья. Надо понимать, либо под ручку, либо, что еще более интересно, с помощью силы. Морские пехотинцы, которых русские парни гоняли по сирийской пустыне мокрыми тряпками, надо думать, напряглись. Да и другие победители Москвы тоже. Единственный, кто остался на рассолобоне, это явно солдатики бундесфера, кто поплевывая сказали, а у нас все равно ничего не ездит, не летает и не плавает. Мы будем говорить с позиции, силы сразу из Берлина. У нас по такому принципу фрау набирают в правительство. Впрочем, как говорит Владимир Владимирович, все это как стричь поросенка. Визгу много, шерсти мало. Потому что, во-первых, в этот момент, когда сейчас в реальном времени Кремль по факту добивает ногами гегемонию сияющего града на холме, все эти крики в сторону Вашингтона из Кишинева нужны лишь для одного. Хоть как-то сбросить пар местного населения, которое вообще-то новые тарифы ни разу не тянет. А компания «Молдова Газ» уже обратилась в национальное агентство по регулированию энергетики с просьбой повысить тариф на газ для потребителей в Молдавии с 511 до 743 долларов за тысячу кубометров. Ибо, как ни крути, впереди еще февраль, потом какой-никакой март, а там сейчас будет сюрприз-сюрприз, закончатся 60 дней чрезвычайного положения, которое вели власти. И может неловко начаться разбор полетов. Кто же виноват в том бардаке, в который погрузилась независимая страна? А шпаргалки – это все Москва бесплатно, не дает ничего, они там плохие, в последнее время не работают. Так что все это далеко не конец истории.